Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я Юлия Литовцева, партнер, руководитель практики банкротства и антикризисной защиты бизнеса «Пепеляев Групп». Как говорил незабвенный Остап Бендер, вы можете уйти, но у нас, предупреждаю, длинные руки. Сегодня я расскажу о новом инструменте кредиторов и арбитражных управляющих, который сделал их руки настолько длинными, что Остапу и не снилось. Речь пойдет об оспаривании сделки в банкротстве гражданина. И все было бы вполне традиционно и скучно, если бы речь шла о сделке самого должника. Но нет, Верховный суд разбирался со сделкой компании, принадлежащей супругу должника, и в том, возможно ли это в принципе в деле о банкротстве, разбирался суд. Вначале я расскажу коротко об обстоятельствах этой истории, затем проанализируем новые возможности кредиторов и риски, связанных с должником компаний, а в завершении я поделюсь пошаговым планом реализации этих возможностей и минимизации рисков участников сделки. Обстоятельства спора таковы. Для упрощения я заменила имена и названия участников. События разворачивались в деле о банкротстве индивидуального предпринимателя, ну, скажем, Петровой. Ее финансовый управляющий обнаружил, что супруг Петровой – бизнесмен, участник общества с ограниченной ответственностью Альфа. И это общество продало другой компании, ну, Омега, например, здания и земельные участки за 600 тысяч рублей. Казалось бы, при чем тут банкротство Петровой? Ну, просто как в той поговорке – в огороде Бузина, а в Киеве дядька. Но спор оказался крайне интересным. Суд первой инстанции признал, что доля супруга должника в ООО Альфа является их совместной собственностью. В связи с этим продажа активов ООО Альфа непосредственно влияет на стоимость общего имущества должника и его супруга. По тем же причинам сделка влияет на возможность должника рассчитаться с кредиторами. Поэтому суд применил статью 61.1 закон о банкротстве. Она допускает признание недействительными в банкротстве должника не только его собственных сделок, но и сделок, совершенных за его счет. Так что продажа активов фирмы супруга была сделана за счет должника. В итоге суд первой инстанции признал сделку недействительной с учетом ряда обстоятельств. Активы фирмы ушли по заниженной цене. Покупателем активов оказалось общество, которым руководил брат супруга должника. С таким подходом не согласились вышестоящие суды. Их мотивы заключались в следующем. Во-первых, стороны сделки не были банкротами и не имели прямого отношения к должнику. Кроме того, ни Альфа, ни Омега не должны отвечать по обязательствам своих участников. Ну и главный аргумент. Продажа Альфы из своих активов Омеги никак не может быть сделкой за счет должника. Поэтому ее нельзя оспаривать в деле о банкротстве Петровой. Какой же из этих двух подходов является верным? В этом разобрался Верховный суд, который поддержал позицию первой инстанции. Судебная коллегия напомнила, что так называемое совместно нажитое имущество гражданина и его супруга должно быть реализовано в деле о банкротстве гражданина. Напомню нюансы порядка такой реализации, установленные статьей 213.26 закона о банкротстве. Первое. Применяются общие правила продажи имущества граждан банкротов. То есть оно продается на торгах за некоторыми исключениями, которые вы сейчас видите на экране. Как же делится выручка от продажи совместно нажитого имущества супругов? На расчеты с кредиторами супруга банкрота идет только часть выручки, пропорциональная доле этого супруга в совместной собственности. Остальное выплачивается другому супругу. Но это правило не работает, если у супругов есть общее обязательство. И в этом случае до перечисления доли второму супругу за счет его части выручки будут погашаться их общее обязательство. Ну, например, когда один супруг за другого давал залог или поручительство, ну или по солидарным обязательствам. Гарантией прав супруга-должника банкрота, в том числе бывшего, является право участвовать в деле о банкротстве при решении любых вопросов, связанных с реализацией имущества. Все эти нюансы закреплены в статье 213.26 закона о банкротстве. Но вернемся к нашей истории. В состав совместно нажитого имущества входила доля супруга-должника в уставном капитале ООО «Альфа». Как верно решил суд первой инстанции и подтвердил Верховный суд, в результате продажи «Альфа» имущества по заниженной цене уменьшилась цена доли супруга. Соответственно, и потенциальная выручка от ее продажи. Соответственно, меньше объем средств может быть направлен на расчеты с кредиторами-должника. И это может лишь послужить причиной уже юридической оценки самой сделки. Подведем итог. Верховный суд признал, что руки у арбитражного управляющего и кредиторов длинные. А потому сделка компании, в которой доля принадлежит супругу гражданина банкрота, может оспариваться в деле о банкротстве этого гражданина. Какие выводы можно сделать из этого спора? Первое. Верховный суд закрепил еще одну возможность пополнения конкурсной массы и удовлетворения требований кредиторов гражданина. Второе. Одновременно усилились риски для компаний, родственники участников которых находятся в сложном финансовом положении или уже в банкротстве. Третье. Сформированный подход актуален и для ситуаций, в которых доля компании на момент оспаривания сделки уже была отчуждена. Это лишь вопрос сроков ревизии сделок должника. Что же можно порекомендовать кредиторам? Во-первых, с помощью арбитражного управляющего как можно раньше выявлять семейный статус должника гражданина, его супруга и бывших супругов. Второе. Следующий шаг. Выявление компаний, участниками которых являются родственники должника. Далее проверка того, является ли такой участник фактическим или номинальным, когда доля на самом деле принадлежит самому должнику-гражданину. Следующее. Необходимо оценить и реалистичность самостоятельной оплаты доли, внесения вклада родственникам должника. Следующий этап. Выявление внешних признаков снижения стоимости доли. Общее снижение балансовой стоимости активов компании, информация о крупных сделках и спорах. Далее с помощью управляющего нужно собирать более подробную информацию о причинах возникновения выявленных признаков. Ну и завершающий этап. Принятие решений о целесообразности оспаривания сделок, действий такой компании и собственное обращение в суд. Все это может и должен сделать управляющий, однако стоит убедиться в том, что все это действительно сделано. О чем стоит подумать бизнесу? Первое. Периодический мониторинг публикации в ЕФРСБ о намерении инициировать банкротство или о банкротстве участников компании, в том числе юридических лиц. В первую очередь, со значимой размером доли или пакета акций. Во-вторых, нужно отслеживать возбуждение дела о банкротстве в отношении участника и отслеживать ситуацию в этом банкротстве. Особое внимание стоит уделить оспариванию в этом деле сделок должника. Это в конечном итоге может привести к реализации доли или пакета акций третьему лицу, которое может иметь недружественные интересы. Третье. Совершению значимых сделок должен предшествовать анализ рисков их недействительности с точки зрения финансового положения участников компании нахождения их в банкротстве. Завершая этот выпуск обзора новостей банкротства МАССИ, мне остается только пожелать вам, вашим супругам и вашему бизнесу никаких банкротств. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова